Таким образом, мы с вами двигаемся дальше. Невежественный человек — это просто человек, который ещё не до конца пробудился. Его эгоизм покрывает его сознание слишком сильно. И это не даёт ему возможности понять, что есть старшие, есть другие мнения, есть другое представление жизни, есть другое понимание. Невежественные люди очень сильно привязаны к счастью, настолько сильно, что они готовы получать счастье, даже которое имеет сомнительную репутацию. И поэтому невежественные люди обычно склонны к выпиванию, к наркотикам, к сигаретам и так далее, ко всем недозволенным вещам. Причина такого поведения заключается в том, что они не думают о последствиях, потому что думать об этом им сложно. Счастье мешает. Я получаю своё счастье, а зачем мне беспокоиться о том, что будет завтра? Такие люди не верят обычно в следующую жизнь. Они говорят, пей, гуляй, веселись. Придёт время, если помрём. Но надо прожить так, чтобы было классно. И когда человек находится в таком сознании, то есть несколько правил, которые надо знать, если вы хотите оставаться среди них, самим собой, среди таких людей. Первое правило — нельзя с ними строить близкие отношения, потому что с такими людьми отношения всегда идут только в одну сторону. Или ты мой раб, или до свидания. Такие люди не могут строить взаимные отношения, потому что эгоизм слишком силён для этого. Поэтому они всегда живут только в том пространстве, в котором все готовы их принять. Других вариантов отношений они устроить не могут. У них нет возможности просто внутренне. И всё. Как жить с таким человеком, развивать его? Невежественный человек через любовь становится страстным. Следующая категория людей — это люди, которые уже этот мир воспринимают по-другому. То есть они выходят чуть-чуть из своей скорлупы и начинают понимать, что кроме просто балдежа, наслаждения, есть другие виды счастья. Например, счастье страны, жизни в родине. Счастье в том, чтобы жить в мире, чтобы стать успешным, развитым человеком. Счастье в том, чтобы процветать, развиваться, быть богатым, здоровым, иметь детей, иметь квартиру и всё прочее. Такой человек, у него появляются ценности в жизни какие-то. Эти ценности, для их осуществления требуется сотрудничество. Человек в страсти ещё не может верить. Он может только сотрудничать. Его отношения — это отношения взаимовыгодные. Ему нужно строить отношения таким образом, чтобы ему от них чего-то было. Он не может просто себя чему-то отдать в жизни. Ему нужен какой-то результат. Поэтому люди в страсти, даже в семейной жизни, они всегда должны договариваться друг с другом. Они не могут просто верить друг в друга, им нужен результат от этих отношений. Поэтому такие люди часто заключают семейную сделку. Они, когда в семейную жизнь вступают, им нужны деловые отношения даже там. И в сфере деловых отношений — это как раз отношения в страсти. В страсти означает, есть цель, есть желания какие-то. Они имеют внешнюю природу, неглубокую. Потому что люди в благости, они начинают чувствовать счастье именно от любви, от глубины, от верности, от чистоты, от веры, от знания. Они начинают чувствовать настоящие ценности человеческой жизни. Что не купишь никогда? Например, верность купить невозможно. А от нее счастье максимально сильное возникает. Когда видишь верные глаза, это невозможно описать. Это очень сильное счастье. Быть верным самому и видеть верных людей. Преданность, верность, чистота, глубина человека, развитость духовная, сияние сердца и так далее. Сердце, когда светится чистотой, радостью, знания. Это признак благости. Когда человек живет в страсти, в этой жизни есть преимущества, есть недостатки. Преимущество заключается в том, что человек в этом случае уважает законы, место, в котором он живет. Он очень сильно стремится быть таким же, как все. Ему очень опасно выходить из системы. Такой человек боится любого инакомыслия. Ему надо, чтобы все было правильно, как все. То есть правильно означает, как все. Человек в страсти не понимает законы Бога, он понимает законы страны, государства. И поэтому он очень социальный, чрезмерно социальный. И поэтому он старается одеваться, как все, делать все, как все. Так, чтобы, не дай Бог, никто не увидел, что он как-то сильно отличается от всех. Потому что такой человек в страсти верит в социум, а не в Бога. Для него социум является гарантией его успеха. Когда этот же самый социум его подводит в виде жены, которая ушла из дома, или начальника, который выгнал с работы, человек в страсти попадает в стресс, потому что он в этот момент трезвеет. Он в этот момент начинает понимать, что социум — это не то, во что надо верить. Это то, в чём надо жить, не сильно на что-то рассчитывая, а просто выполняя свой долг. Потому что через социум будет судьба твоя действовать. Она будет тебя мучить, там, факт на сто процентов. Надо доверять социуму, но не надо верить в него, потому что верить надо в Бога. Так человек в страсти верит в квартиру, верит в детей, верит в жену, верит в богатство, в успех, в процветание, в славу. И эта вера, она держит его в рамках внешней, формальной жизни. Поэтому люди в страсти постоянно играют друг с другом в определённые игры, игры правильного поведения. То есть не то, что они сильно хотят такого поведения, не сильно открывают себя, они просто делают этот вид для того, чтобы иметь статус-кво. Такой поведенческий способ жизни. И даже родственники, когда находятся в страсти, они тоже не сильно открывают друг другу себя, они просто делают какой-то вид, играют в отношениях. Они даже сами не понимают, что это просто игра, это всё не сильно честно. И когда один другого предаёт, друг всё скрывается. Потому что люди в благости друг друга не предают, мои хорошие. Предавать нечего, потому что есть ценности. Их не променять. Их не взять вот так вот в другом человеке, не поймать за пять секунд. Они развиваются годами. Вы не устали от меня? Нет? Так, когда человек начинает понимать, что в этом мире есть высшая гармония, он начинает стремиться к вере, к высшим каким-то истинам, в этот момент в нём просыпается желание чистых и светлых отношений. Он хочет искренности, хочет глубины, хочет чистоты. Он начинает понимать в этот момент, что в личной жизни, в семейной, это самое труднодостижимое. Искренние отношения, где он и хотел их получить, потому что люди в страсти верят в семью, они думают, что там как раз и будет искренность, там как раз её и не будет. Потому что там отношения очень сильно пропитаны ожиданиями, желаниями, эгоизмом. Именно поэтому в личной жизни достижение искренности самая последняя стадия. А вот если вы будете ходить в храм, вы самое первое, что там получите, это искренность. Потому что духовные отношения или отношения, направленные на Бога, они быстрее всего дают человеку счастье. А личные отношения, от которых мы больше всего счастья ждём, дают тяжелее всего счастья. То есть там надо больше трудиться. Конечно, счастье в личной жизни самое лучшее счастье для человека, но не оно труднодостижимое, потому что там больше всего ожиданий. Но если вы хотите счастья, то надо учиться открыть свою веру, найти свою веру. И у каждого будет свой путь обязательно. Чужого не возьмёте. Чужого вы не сможете взять. Каждый человек уже имел в своей жизни веру, потому что человеческая форма жизни даётся только в том случае, если человек открыл для себя уже, что есть высшая истина. Вернее, живое существо это открыло. Потому что для того, чтобы быть счастливым, не надо человеческой формы жизни иметь. Если вы хотите быть счастливым, человеческая форма жизни мешает. Потому что счастье всегда идёт через контакт с объектами чувств, и для этого контакта разум не нужен, он только мешает. Понимаете? Допустим, смотрите, если человек хочет счастье от еды испытывать, тогда два варианта счастья. Или много надо есть, тогда тело коровы. Можно есть и днём, и ночью пережёвывать. Там четыре желудочка. Понимаете? Кушаем и кушаем. Если корове в глаза посмотреть, ей нравится процесс, она очень довольна. Понимаете? Она испытывает счастье, к которому мы так сильно стремимся. Если хочешь испытывать вкус пищи, классно, чтобы вкусно было очень. Тело свиньи. Посмотрите свиньи в глазах. Она что хочет, будет есть. И прямо супер просто. Если хотите секса, счастья от секса, тело обезьяны. Обезьяна может сексом заниматься пять раз в день, по часу. Без проблем. Никаких половых расстройств. Съездите в Индию, посмотрите, сколько эмоций. На каждом углу увидите. Это чудо. Тело обезьяны предназначено специально для того, чтобы испытывать счастье от секса. А человеческое тело полно изъянов для этого. Потому что много очень мышления в этот момент происходит. А этот не нравится, этот не нравится. А там все просто, понимаете? Обезьян все просто. Если хочешь выспаться, тело медведя. Полгода вообще непробудный сон. А остальные полгода по ночам еще. Попробуйте спать хотя бы 12 часов, с ума сойдете. А медведь может спать полгода. То есть, видите, для разных видов счастья. Если хотите полетать, самолет не нужен. Тело орла, птицы, летай сколько хочешь. Можешь даже крылья сложить, пролететь вот так. Раз, опять полетел. Вообще нет никаких проблем. Что хочешь в воздухе, делай. Хочешь поплавать, не надо, дельфина, этот акваланг. Тело рыбы. Плавай сколько хочешь. Нет проблем. Наслаждайся водой. Рыба, чем и занимается всю жизнь, только наслаждается водой. Попытайтесь сейчас понять, о чем я говорю. Те вещи, к которым мы так сильно привязаны и стремимся, это не то, для чего мы рождены. Мы рождены для другого вида счастья, которое недоступно ни одному животному. Это счастье чистоты, возвышенности, верности, глубины, веры, счастье победы над собой. Животное не может побеждать над собой. Оно просто живет на желаниях. А человек может желание победить. Сейчас иногда люди говорят, свобода означает, что тебе все можно. Тебе все можно, это не свобода, а рабство. Свобода означает победить свои желания и делать то, что надо, а не то, что хочется. Вот это свобода. Попробуй делать. Как это? Человек говорит, я выпиваю, потому что я свободный человек. Хорошо. Если ты свободный, попробуй не выпивать. А если ты выпиваешь, значит, ты раб этой бутылки, а не свободный. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я вам сейчас говорю о человеческой форме жизни. С этого надо начинать. Это самая главная тема. что, если ты хочешь быть человеком, надо вырваться из невежества и страсти и раскрыть в себе способность видеть мир глубже. И тогда в тебе появится бескорыстие, способность терпеть, прощать. Это просто платформа жизни. Есть три платформы жизни. И с каждой платформой, когда вы в них разберетесь, вы увидите, что люди все находятся на этих трех платформах. И вы тогда поймете, как с ними себя вести. Вот если, допустим, ваш начальник находится в невежестве, он просто может морду набить, постоянно ворует, пьет и ходит там, если что-то вытворяет, уходите с этого предприятия. Зачем вам там работать? Ничего хорошего у вас там не будет. Если у вас начальник находится в страсти, нормально. Страсть — это та среда, в которой мы живем. Все люди хотят процветать. С ним надо просто устанавливать деловые отношения, потому что в страстной среде нет близости. Не ждите от тех людей, которые у нас стоят со страсти, близких отношений. Это бесполезно. Установите просто с ними правила игры, и все у вас будет хорошо тогда в жизни. Но не надо с ними выяснять ничего. Это бесполезно. Даже они любят поговорить, повыяснять. Это все бесполезно, потому что они даже не понимают, что только искренность эти люди. Для них важно просто иметь свое в жизни, получить свое и все. И они будут для этого жить. Если ваши родственники такие в страсти, ну и установите с ними правила отношений и живите в этих правилах. Но если вы хотите, чтобы ваш родственник пошел в благость, сами сначала в нее войдите. Первый признак благости — способность принимать и прощать. Благостный человек может жить со всеми, у него нет проблем. У него проблемы только с собой, что он что-то еще не принял. Вот это его проблема. А больше никаких проблем нет. Если у вас проблемы с другими людьми, вы еще не благости находитесь. Потому что сначала страстный человек начинает думать, что он уже в благость вошел. И в это время всех мучает. Говорит, ты чего рано не встаешь, будешь больным? Мучает всех. Почему? Не потому, что он хочет, чтобы они были здоровыми. Нет. Просто он хочет жить в благостной среде, незаслуженной. Хочет, чтобы все близкие были хорошими, возвышенными. Он пока сам этого не достоин. Поэтому он всех мучает, что все начинается с него самого. А он пока этого не понял. У него не хватает для этого сил. Силы берутся свыше. Поэтому с невежественными людьми мы общаемся на дистанции. Для этого нужно сначала привязанность к этому человеку, к невежественному, успокоить в своем сердце. И потом служить, просто заботиться о нем, развивать его как личность. И он очень быстро станет благостным. Человеку для благости не хватает только любви. И все. Любовь развивает человека. Бескорыстная любовь. Страстные люди, просто правильные отношения, спокойные, не надо сильно чего-то ждать, а просто служить, заботиться, не иметь близких отношений. Невозможно. Тоже люди развиваются постепенно. Благодарными становятся. Открывается сердце. Они развиваются постепенно. Становится лучше. С благостными людьми можно строить близкие отношения. Но если у вас, вокруг вас, огружают благостные люди, вы уже почти все свои экзамены своей жизни уже сдали. У вас уже все хорошо.